Пожалуйста, Владимир Васильевич, Ваш комментарий на матче. Я кратко. Встречались два лидера зоны, поэтому матч был бескомпромиссный, обе команды хотели выиграть. Думаю, что первый тайм, может быть, в какой-то степени небольшое наше преимущество было, хотя инициатива переходила из рук в руки. Достаточно неплохо действовали вверху прессинги, в общем-то забили гол, но затем вот эту неожиданную раздевалку, конечно, чуть обескураживало. В втором тайме вышли, пока еще в себя приходили, где-то Сокол поджал нас первые минуты, но затем, в общем-то, опять игра вырвана до удаления, а дальше, в общем-то, там, понятно, в одну калитку. И жаль, что не реализовали те моменты, которые у нас были. Мало того, что сравнять, могли вырвать этот матч. Не только комментарий. Вопрос? Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, сознательно Шарипова отодвинули на позицию центрального защитника, а вперед одного центрального защитника в конце игры выделили? Ну, конечно, сознательно. В общем, как можно такие шаги делать без сознательного? Ну, может быть, игроки, по сути, не хотят? Нет, нет, нет. Это были указания. Они, в общем-то, понятно было, что необходима игра, широкая игра от флангов. Немножко ребята, правда, здесь не поняли, выдвинув, чтобы боролся вверху. Центральный защитник, такая была цель. Он неплохо головой играет. Ну, были моменты, к сожалению, не реализовали. Меч не бродил возле штанга, везде там. Вратарь должен выделить вашу счету и удачу. Как вы прокомментируете судей в следующий матч? Я не хочу выкомментировать. Ну, такие матчи, я думаю, надо. Достаточно квалифицированно судью присылать, чтобы он не портил рисунок и старание двух команд. Достаточно вспомнить, как он чуть не назначил свободный, а мяч еще не ввел в ротерс. Да, бескуражил. Я думаю, здесь просто даже комментировать не хочу. Здесь надо более серьезного уровня на такие матчи арбитров присылать. Владимир Васильевич, то нарушение, за которое Горгий Сопол будет как раз на качестве показать, оно произошло недалеко от вас. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, что там было, потому что трибуны не совсем было понятны. Ну, в общем, там был удар с пытишка. И вот и все. То есть, наш игрок поднялся, да, это был удар в ахилл. После остановки игры, я, в общем-то, такие вещи. Что их комментировать? Ну, видели все у нас, кто вблизи. Никто, конечно, ничего там не орал, все, я сам увидел, потому что это было откровенно. Следующий ваш соперник, Металлург Выкса, что можете сказать про их команду? Пока ничего, вот сейчас будет время, будем о нем, его изучать и готовиться к нему. Игорь Валерьевич, с победой. Спасибо. На зубах достался, прокомментируйте, пожалуйста. Мы правильно заметили, что эта победа досталась на зубах. Игра первой и второй команды, она подразумевала тяжелую напряженную игру. В принципе, я именно самодачей, отношением ребят в сегодняшней игре очень доволен. И показали, что есть и характер, и воли, и силы откуда-то появились. Несмотря на то, что, ну, 30 минут мы играли в меньшинстве, да, у факела были моменты, но именно вот эта вот самодача, может быть, и заставляла соперника ошибаться, когда наносили удары все-таки с сопротивлением, и в итоге не попадали в ворота. Выручил врата сегодня. Так и должно быть, в принципе. А, естественно, играть 30 минут команда, которая обладает достаточно квалифицированным подбором игроков, конечно, непросто. И просто, и тем не менее, я все-таки благодарен за это ребятам, что они дестером не, как говорится, не пали духом, а вот этот счет, который мы и на последней минуте первого тайма, и в начале второго забили голы, проигрывали по ходу, но опять-таки в этих эпизодах сработали качественно, поэтому, я думаю, нам воздалось сверху. Вопрос, пожалуйста. Игорь Валерьевич, пожалуйста, если возможно, прокомментируйте игру Волкова. Очень сильно интересует, за какие такие заслуги полузащитник получает место в составе, потому что, если смотреть на контрасте с другими игроками нашей центральной зоны, все бьются, в подкатах стелятся, борьба идет постоянная. Волков играет только на чистых мячах, редко ускоряется, да и в этом матче и мяч особо не получал. Ну, вы знаете, что я с вами не соглашусь, в каком плане. Волков достаточно хорошо проводил несколько игр, которые были до этого, и у каждого футболиста бывают какие-то игры неудачные, но вспомните игры, когда он со штрафных забивал, и претензий все-таки к нему не возникало. Сейчас, если человек только одну игру сыграл, да, соперник оказался сильнее тоже. Бывает такого, на поле выходят люди, которые начинают бороться друг против друга. В данных, там, где-то, может быть, он уступал. А что касается самоотдачи, наверное, да, если его сравнивать с Дутом, он тоже постоянно играет в подкатах, но Саша и опорный полузащитник, и его ампла подразумевают эти вещи. Волков все-таки игрок более нацелен на такую созидательную игру, если ему сегодня соперник это не позволил сделать. Сегодня передача-то, в принципе, так было тяжеловато отдать, потому что находились все центральные полузащитники под достаточно плотным контролем соперников. Но бывает такое. Игорь Валерьевич, как прокомментируется удаление Тимофеева? Я посмотрю, я в этот момент отвернулся, честно, потому что был свисток, я не видел этот эпизод. Но если как судья удалил, если он там наступил на ногу, значит, удаление было справедливым. Вот что я могу сказать. И это, естественно, отразится на его финансовом состоянии, потому что оставлять десятером команду, это, я считаю, такое легенькое преступление. Тем более против сильного соперника. Да вообще это нельзя делать. Играть над футболом, а не заниматься какими-то вот такими нефутбольными вещами. Вот и все, что я могу сказать. А такой вопрос. Уже провелись на какой-то беседы? Сейчас у нас, наверное, как у вас, тоже эмоции сейчас бурлят, поэтому этот разговор должен происходить на холодную голову. Естественно, мы поговорим, но это, думаю, все-таки будет остальным уроком хороший, хороший. Когда вот человек такой подводит команду, подводит команду своей несдержанностью там. Мне кажется, на фоне того, что крайние защитники не всегда стабильно играли, может быть, давно надо было шанс Сафонову дать уже сыграть. Но как раз сейчас я так думаю предоставить. Сафонов играл в пенсии. Ну да, только вот в пенсии вот он играл. А тогда я там про это не могу. Вот сегодня, например, Семякин не очень хорошо смотрел. Пару раз он там проиграл вообще. Вы знаете, я говорю, вы не забывайте, кто против них играл. Игрок нежелеп, он очень квалифицирован. Он недавно только в первом дивизионе играл. Поэтому тоже, я говорю, вы не забывайте об этих вещах. Нам все противостоялась серьезная команда. Я понимаю, хочется всем, чтобы да, взять ее, порушить, обыгрывать. Но так, к сожалению, говорится. Может быть, к сожалению, а может быть, частью не бывает. Игорь Валерьевич, вы на прошлой пресс-конференции упомянули то, что вокруг команды или около команды, почему вас не интересует? Нас не было. Может быть, прокомментируете эту ситуацию? Да была у нас такая неприятная ситуация, вот и «Звездная» называется, тем более, не принадлежит, как она относится к Министерству спорта. Когда, ну, заехала команда, ладно, привыкли там, что где-то. Ну, попросили нас без телевизоров пожить, ладно, там. Отдали протону. Следующий момент. С водичкой у нас как-то с горячей было не очень хорошо. Свет в коридоре, в двери искали. Попросили это все сделать, как бы. А нам сказали, у нас нету. Ну, тут заезжает протон, тем более, мы попросили, ну, как бы. Ладно, девчонкам хотите, а они в футболистке тоже спортсменки, дайте нам телевизор, мы их там вернем потом. Номера нет, вам не положено. Вот такой разговор был. Вот, потом заехал протон, и тут дали свет. Поэтому, знаете, это задевает, когда в твоем городе так относятся к тебе. Согласитесь, это неприятно. Что Валерий Васильевич сказал в «Разболке»? Поблагодарил ребят за характер. Довольно. Сажал, сказал спасибо, на самом деле, характер. Десятером играли, выстояли на рации. Поблагодарил ребят. Игорь Владимирович, я думаю, многие поклонники «Сокола» опасаются, что в очередной раз после такой яркой игры можно там где-то не донастроиться на команду чуть слабее. И вот вы знаете рецепт, как с этим бороться, чтобы нам потерять больше очки с середняками? Я знаю только одного, кто знает рецепт, это Господь Бог. Все остальные только предполагают. Но еще один есть, который все знает, так дурак. Вот эти двое знают все. Игорь Валерьевич, а Чернышев не играл у него в дисквалификации? Нет, это игровое крючение. Нет, потому что у меня, как я говорю, вот вы спрашиваете тоже, про Волкова. У меня, например, как защитник, большие претензии были к Чернышеву по проведенной игре в Пензе. Поэтому играл Сталерин. Все-таки нас, согласитесь, многовато. Команда наша тут претендует пропускать. Пропускается, особенно вот играющего, когда А4 на выезде пропустили. Там вообще ужас, что было. Поэтому тоже ротация состава. Игорь Валерьевич, что может сказать по всему личному суде? Да что про него говорить, вы знаете, на самом деле уже Роскомину набило. Ну, бывает там, когда судья, вы знаете, когда судья ошибается там в две стороны, это как бы еще более у меня. Когда он начинает ошибаться в одну сторону неприятно. У него ошибки были, одна мой взгляд, и в одну сторону, и в другую. Поэтому, что здесь говорить? Ну, это урень шедейства таковой еще. Если посмотреть в Премьер-Лень, какие бывают, такие ляпы судейские, что по второму дивизиону говорить.